В Екатеринбурге наш земляк, известный зооспасатель Евгений Зинков, который на добровольно-волонтерских началах уже 10 лет спасает из сложных жизненных ситуаций разную животину, спас из засады черно-белую кошку. И что уникально, в этот раз засада находилась не возле кошки, а непосредственно на ней. Это было стеклянное кольцо, горлышко от трехлитровой банки. Очевидно, что когда-то эта чернушка или белолапка обнаружила банку с чем-то вкусным в недрах, запхала в нее бошку, чтобы полакомиться, а высунуться не смогла. Ну, кстати, с равной долей вероятности загнать кошку в банку мог и какой-нибудь злой человек. Эти обстоятельства неизвестны. Жить долго с трехлитровой банкой на голове кошка не могла, кислород под стеклом быстро кончался, и она банку сумела разбить. И на кошкином горлышке осталась баночная горлышко с острыми стеклянными краями. Так что, друзья, сейчас немножко спойлерну. Если вы вдруг захотите приютить эту бедолагу и как-то назвать, то имя Розочка это вот то самое. Это имя из самой жесткой ситуации в ее жизни. Каким-то образом кошка не порезала себе горло, не выткнула глаза, не оттяпала переднюю руку при попытке снять стеклянный ошейник, а такие попытки, уверен, были. С годами, ну хорошо, с месяцами, острые зубцы баночного горла пообтерлись, время стесало ударный механизм, и остался всего один треугольный зуб на этой стеклянной, как говорил классик, петле на шее. Прикиньте, как эта натерпевшаяся кошка ненавидела свое колье из стеклянной бижутерии. Если бы она могла говорить, она бы сама позвонила Евгению Зинкову в Зооспас, но ее злоключения продолжались. Неизвестно, когда она родила двух котят, до своего стеклянного рабства или после, но факт, что 6 апреля текущего года некто Екатерина обнаружила эту властелинку колец с котятами в одном из подвалов Екатеринбурга и 8 апреля написала об этой удивительной находке в группу «Помоги и приюти» во Вконтакте. Ну а там пошло-поехало, о кошке со стеклянным кошейником узнал Евгений Зинков, название организации которого люто актуально в этом году. Зооспас. Ну, Екатеринбургу в этом году 300 лет. Предлагаю, чтобы жители других городов в наш адрес ничего плохого не думали насчет тракториста. Говорит, не 300 лет, а зоо-юбилей. Короче, Евгений приехал на адрес, подманил вкусняшкой окольцованную кошку в клетку, зафиксировал ей голову и ножницами по металлу разрезал стеклянные узы. Помните, минуту назад говорилось о кошачьей ненависти к этому колье? Так так оно и оказалось. Цитирую Евгения Зинкова по его странице во Вконтакте. Пробую разрезать ошейник, и две его половинки отваливаются на пол рядом с кошкой. И та в ужасе начинает их грызть. В результате немного порезала себе язык. Конец цитаты. Ну, теперь все. Натерпелось, дальше проще. В Великую Пятницу, когда неведающие, что творят люди, распяли на дереве своего бога, говорить о страданиях кошки даже как-то неловко. Это были не мучения. Так, мелочевка. А Христос воскрес. И это можно железобетонно констатировать уже сегодня, в Страстную Пятницу. Что касается кошки, то как уже спойлерилась в начале репортажа, зооспасатель ищет ей хозяина, ибо долго содержать эту счастливицу ему негде. Она точно была домашней. Она приучена к лотку, и даже после подвальной жизни она его опознала. Так что, если что, находите Евгения Зинкова и забирайте. А ее детишки, родившиеся на воле, остались в подвале. Ну, считается, что они не пропадут. В общем, кто как спасается в этом бренном мире. Кто-то молится, постится, исповедуется, причащается в поисках чистого сердца. А кто-то спасается, спасая братьев наших меньших. И кто больше прав, узнаем на следующем уровне жизни.